Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Ситуация по коронавирусу в Якутске остается непосредственно в режиме повышенной готовности, как это было предназначено в марте указом главы Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевича Николаева. В Республике выявлено за прошедшие сутки 69 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе по городу Якутску выявлено 33 новых случая. Необходимо обратить внимание, как мы уже об этом говорили, часть случаев уходит на наши улусы района Республики. На них сегодня я бы хотела обратить особое внимание. 10 новых случаев зарегистрировано в Мигино-Кангаласском районе, в Алданском улусе 9 случаев, в Татинском районе 7 случаев, в Верхневилюйском, Ленском районе по 3 случая, в Кангаласском, Чуропчинском районе по 2 случая. Все ближайшие контакты этих лиц выявлены и изолированы. Летальных исходов от ковид за прошедшие сутки не зарегистрировано. У нас за сутки, так как были выходные дни, лаборатории Республики проверили 2196 исследований на коронавирус, всего с начала эпидемии обработано 426-273 тестов на территории Республики. Относительно других субъектов Российской Федерации, это очень большое количество настоящих исследований и исследований, соответственно, тогда, когда уже идет заболевание. То есть в этом отношении лабораторные исследования проводятся в четком и строгом соответствии. Если говорить о ситуации в районах, то необходимо обратить внимание на, прежде всего, Среднеколымский район. Как мы и говорили, усиленная бригада Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия выехала в Среднеколымский район. Сегодня они уже дали оперативную информацию. Ситуация находится под контролем. И буквально вот с утра мы определялись с руководителем оперативного штаба о возобновлении работы учебных заведений в очном формате на территории Среднеколымского улуса. Это, прежде всего, связано с тем, что уже на протяжении последних двух недель регулярно в социальных сетях, в средствах массовой информации появляется одно и то же сообщение, связанное с селом Арагатах. На настоящий момент никакой ковидной угрозы в селе Арагатах нет. То есть совершенно спокойно люди могут продолжать свой нормальный ритм жизни, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Что касается перевода на дистанционный режим школ в Верхневилюйском улусе, которое было объявлено вчера районным штабом непосредственно оперативным Верхневилюйского улуса, это связано непосредственно с общим подходом, который выявил медицинский осмотр всех учителей, которые, значит, непосредственно у нас на территории Верхневилюйского улуса работают. Но необходимо обратить внимание, что для нас очень важно сегодня, чтобы дети, как можно больше детей, исходя из санитарных правил, в соответствии с санитарными правилами, у нас находились в школах и в детских садах. Образовательный процесс необходимо осуществлять, но осуществлять по новым санитарным требованиям. Поэтому любой перевод на дистанционное обучение, любой перевод на обучение в иной форме, чем традиционный, он должен быть рассматриваться в индивидуальном порядке. Поэтому по Верхневилюйскому улусу району также будет определенного рода пересмотр, прежде всего в пользу того, чтобы дети обучались традиционно, чтобы не было лишнего определенного рода паники. И ко всему прочему мы прекрасно понимаем, что в любом случае школа должна давать образование в традиционном формате. И, безусловно, использование дистанционных форм не может являться таким обязательным, а оно лишь только должно носить дополнительный характер. Поэтому нам привыкать жить в новых условиях. За последнее время стало очень много возникать вопросов, связанных с перинатальным центром. На что я хочу обратить внимание. Сегодня вне штатных ситуаций, которые бы требовали какого-то внимания или иных действий в перинатальном центре города Якутска нет, которые находятся... Мы продолжаем принимать роды. С января по август 2020 года у нас вообще в республике прошло 8443 родов. Это практически на 100 с лишним родов больше, чем в январе и августе 2019 года. Нельзя сказать, что ковид обходит наших беременных женщин. Он их не обходит. Всего у нас пациентов, которые непосредственно беременны, которые уже родили или прекратили беременность путем прерывания, значит, этих пациентов у нас в республике сегодня таких будущих мамочек 249. Из них непосредственно беременных 156, рожениц 84, после прерывания беременности 9. Перинатальный центр построен таким образом, что в нем есть современная инфекционная палата. Которая позволяет отделять здоровых мамочек от больных. Сегодня у нас нет никаких осложнений, связанных с мамочками, которые, значит, являются беременными и, соответственно, с их ребятишками. Поэтому всех, кто родились в последнее время, конечно же, с рождением детей, и им только здоровье. Ну а если ковид немного отсрачивает, что мамочка приедет домой чуть-чуть попозже, ну что, сегодня такая ситуация, и, в общем-то, это вирус, с которым нам нужно привыкать жить. Вот такая сегодня у нас на настоящий момент оперативная информация. Спасибо.